Водитель, который протаранил остановку и церковную лавку, был трезв. Об этом сообщает омская полиция. Накануне газелиста задержали. Как мы уже рассказывали, шофер скрылся с места ДТП, оставив в опасности своих пассажиров. В результате столкновения пострадал и продавец магазина. Маршрутка буквально разворотила торговую точку. Подробности далее. Я испугался. В шоковом состоянии. Потом вернулся, потому что очень сильно пережил. Задержанному 41 год. Из них 12 он работает водителем маршрутки. Говорит, что пытался избежать столкновения. Уводил машину от Рено, который его подрезал. Машина, синяя иномарка, влево пошла. Я, соответственно, влево ударился в иномарку. Другую. От удары иномарки газель выбросил на встречную возу. Применил экстренное торможение. Получилось столкновение с привозком. За последний год водитель шесть раз нарушил правила дорожного движения, но ни разу не сел пьяным за руль. В день аварии мужчина был трезв. Таковы результаты медицинского освидетельствования. В салоне пассажиры были, да? Да, примерно 2-3 человека. Девушки. Трех пассажирок и женщину-продавца, которая оказалась под завалами церковной лавки, мужчина бросил на месте происшествия. Сам не пострадал, а значит мог оказать помощь. Но из-под завалов 57-летнюю женщину извлекали очевидцы. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали. Сотрудниками ГИБДД составлена схема происшествия. Выявлен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит газель. Понесет ли сбежавший водитель уголовную ответственность, пока неизвестно. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. На этой неделе это уже второй случай, когда омские водители таранят остановку. Так, в понедельник Мазда въехала в павильон на улице 1-й Красной Звезды. Погибли трое, водители два пассажира. По предварительным данным полиции, рулевой не справился с управлением. Вероятно, был в состоянии опьянения.